Все семинары будут сходить в двух частей, одна часть такая более что лекционная, когда мы будем приглашать разных, ну будем их совсем иначе, приглашать разных лекторов, с лекциями, презентациями, рассказами, по каким-то темам, которые нам всем будут полезны, а во второй части мы будем как-то пытаться сосредоточиться и выстроить работу над конкретными исследованиями. Сегодняшняя доклада, скорее всего, лекция будет посвящена теории практики и факторных исследований городского пространства. То есть, с одной стороны, мы попытаемся показать, насколько проект «Водная карта» в Москве будет реализовываться и какие методические, возможные шаги для этого потребуются. И вот еще раз, всячески прошу обращаться за помощью именно к фактористам, потому что это те самые люди, которые выполняют не очень подрядную работу по фиксации всякого рода устных нарративов и обрядовых практик, которые так или иначе имеют место быть в современном городском пространстве. Но название словно, тем не менее, кажется, надражает некоторую услугу. «Фольклорная карта Москвы». Это изучение неофициальных источников, в частности, источников по такой вкусной истории. В конце мы еще скажем, про чем отличается вот эта вкусная история от того, что традиционно называть вкусной историей. И всяческих верований и обрядов, которые связаны с местами, с локальным пространством непосредственно в Москве. И плюс еще один аспект – это историческая память о лицах, которые сыграли против вашей войны в этом мировском пространстве. Собственно, если уж совсем говорить широко, то это будет своеобразно московский текст. Как известно, петербургский текст, московский современный текст, который связан с какими-то маркированными важными событиями и людьми прошлого. Сейчас я попытаюсь немножко рассказать по этапу, как это можно делать. Но, как ни странно, самый первый этап исследования – это сбор и накопление различного рода информации. Главным намочником в этом является, безусловно, интернет. И различные роды, даже сомнительные, может быть, сайты, в которых фиксируются разные люди, слухи, сплетни, какие-то истории, которые были услышаны, либо прочитаны где-либо. Понятно, что большая часть этих источников при проверке оказывается шелухой и нерелевантной совершенно, но некоторые дают свои результаты. Собственно, после того, как был проведен первоначальный мониторинг, составляется список объектов. Например, у нас есть файл с кодовым названием «Страшные мистические места Москвы», который проверка потихонечку. После этого, конечно же, начинается проверка. И конечной целью всего этого – это некоторый индекс, лист, можно сказать, сюжет этой ситуации, которые связаны с этим самым нарядом. Вот, например, вы можете посмотреть качества представленных интернет-сайтов, поталов, которыми можно воспользоваться. начиная от самых негибайных, например, патменов, где распространены статьи пользователей, которые посещают то иное место, до довольно оригинальных и интересных. Например, это «Смопоиск» – это известная группа, которая занимается расследованной всяческой «мистической» и плюс, например, отличный сервис под названием «Соседи онлайн.ру», где каждый может поместить все, что он видит рядом со своим домом. «Соседи онлайн.ру». Выбирается место – Москва, выбирается категория, там категория – другое, все помещается в эту тему. Например, мы видим, как один пользователь помещает деревья, желание в кузьминках, помешивает фотографии, и остальные пользователи оставляют комментарии к этому месту, в которых отображен их личный опыт, их личные переживания с разными с этим самым «мистическим» местом, в частности. Вот, например, да, бывает не такой видапсов этой фотографии, когда деревья желания оставляют какой-либо известный там артефакт, варежку под провязку, часть одежды на месте, загадет при этом желание. Понятно, что это вписывается в более общую культурную практику, да, деревья желания, которые есть в каждом маломальском значимом месте. Но в данном случае это не некоторая коробка, без условий, да, на известное деревья желание. Ну вот, дальше фотографии видом где-то можно найти, и по замыслу тех самых людей, которые помещают фотографии, каждый может прийти, проверить, оставить свой комментарий и так далее. То есть понятно, что из этого складывается такой некоторый первоначальный текст, да, который потом проверяется. Как проверяется, мы расскажем. Вот второй, да, мы взяли, опять же, портал, с самого начала, чтобы это не значило, на котором растиражированный текст вот помещен в таком виде. Это касается дома Гея, да, который многие из вас знают о Малой Нихицкой 20-го. После полуночей, если встать в облу Малой Нихицкой, используя трюка, сжаться в стену обязательно, стоит дыхание, здесь уже видно, как рождается на грязи. Можно услышать, как уезжают отца, где мои автомобили, фокусы, дверцы. И дальше идет некоторая историческая справка, да, что из здешних окон Лаврентий Павлович досматривал белориных дамочек и посылал за ними мрачного возможности. Ну, понятно, что эти вещи, как иначе, как-то остались в исторической памяти и могут быть проверены. Второе, да, это непосредственно самый важный этап, который мы работаем и который обойти просто невозможно. Это сбор полевого материала. Причем полевой материал – это интервью, либо заполнение анкет практически у каждого желающего, либо у всех людьми, которые будут жить, либо ходить рядом с этим местом. Главное для этого – создать правильный опрос и задавать правильный вопрос. Поэтому первичную стадию тоже обойти, в общем, нельзя. Иногда это бывает ключевое наблюдение, если это обряд общества, когда мы приходим на само место и начинаем наблюдать, что там происходит, какие вещи, какие акции, действия разворачиваются. Более подробно эти случаи будут иллюстрированы дальше. Вот еще одно место в качестве иллюстрации – это известная многим хоггинская больница, имеющая название «Амбрера». Она получила широкую известность в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда там стали собираться сатанисты и представители различных сев. В какой-то момент там сбросился или упал в шахтах, не очень понятно, некоторый малой человек по имени Край, после чего именно там стали проводиться какие-то коллективные практики. «Одиночные» почитаем, что несчастные, выведите пепельницу, стандартные атрибуты, у него вот человек, который культурно туда, положены монетки, пальцы, вещи, отключи и так далее. И вот туда привезли, например, такие пепельушки. Собственно, дальше. Дальше мы начинаем совершать действия, связанные со вталинным данным, то есть со сбором интервью. Эти два человека выбивали в парке Гриачёва рядочком скоблинской больнице. Два это такими формантами, то есть без определенного места жительства. И начинается, просто в больнице есть какой-то мемориал, парень, который выпал с высоты. И местные жители, они там действительно на жену. Практически в самой больнице. Что это объяснить? Там парень молодой, по-моему, 15 лет, что ли, было с высоты и упал шахту. Ну, с высоты. Ну, это так, как говорится, с друзьями. Дергали он туда. Ну, это все, как говорится, с друзьями. Что-то там делали. Ну, цветы привезли, для себя, где-то лучше. Да, да, есть такой. И здесь парни, как-то есть, занимались держательным, там, следил, вот там тоже. Ну, как это сделали, там, уход. Эти стенды, и тоже, да, приносят. Мы видим, там, буквально, интервью, да, в котором подтверждается некоторая практика. Вот это касается обряда. По благословению настояется храм. Такого-то не разрешается насыпать на могилу крупу и что бы то ни было еще. Вот, значит, по сей день притривопрещение продолжается. Приходящие молятся и кладут что-нибудь на могилу все-таки. Не случайно, и раз объявление не висит, значит, есть что запрещать. Затем трижды по часовой стрелке эту могилу обходят. И вот раньше прикасались к этому дереву, оставляли там записки, отколупывали кору и уносили. Потом дерево спилили. Видимо, оно уже было настолько старым делом, что угрожал падением. Поэтому дерево распилили. И к ней от него там же стояли, точнее, один на другом. Остальное утащили все. Сначала, значит, раздавали кусочки, а потом какой-то большой кусок ствола просто украли. Вот, пожалуйста, значит, наверху пень с молодой порослью. Это молодой поросль, как видно на нижней фотографии, тоже либо трогает, либо обрывает. Вот, веточки обрывает. Значит, для чего это делается? Делается, понимаете, всего для того, прежде всего потому, что считается, что Иван Айтельевич помогает. Помогает, прежде всего, в болезнях или же советом в решении сложных жизненных проблем или даже не советом, вопросов в истории решения сложных жизненных проблем, он оказывает свое влияние. Ну, в частности, там, купли-продажи недвижимости, там, брачные дела, там, женить, в развод и так далее. Вот, на нижней фотографии, это в нескольких метрах в сторону от могилы корящих, среди других могил, ну, выстроено несколько чербаков от этого спильного дерева, и вот эта девушка пришла туда с акафистом, села, прислонилась спиной к, не знаю, этому стволу, и пришла с сиденьем. Судя по репликам, которыми она перебрасывалась с людьми, находившимися на территории, она это делает регулярно. Пришла, села и начала читать. И вот пара текстов, записанных от цирковного сторожа. Он является носителем, главным носителем традиции. То есть, подавляющее большинство людей, приходящих к этой могиле, они знают вот ровно то, что он прорицатель, он дает исцеление, он помогает в решении жизненных проблем, и нужно совершить на могиле вот такой обряд, чтобы получить искомы. Цирковный сторож – носитель, ну, почти эпической традиции. Вот, в частности, два рассказа, которые от него записаны. Первый по поводу того, что во время войны там вот церковь стоит фактически на берегу, в небольшом удалении от пруда. Вот, видите, значит, в пруд упала бомба во время войны и не взорвалась. Если бы она взорвалась, то храм бы, естественно, было уничтожено. Вот, а вторая история связана с тем, что в году каком-то, наверное, в начале 90-х, я сейчас не помню точно дату, была продолжена линия метро, которая до этого заканчивалась на Преображенской площади, еще на две станции. И метро «Ветка» прошла непосредственно вблизи от церкви. Причем ввиду каких-то геологических причин метро не уводили глубоко под землю, оно идет фактически на поверхности, но при этом закрыто. То есть вот если стоять на Щелковском шоссе, на Щелковском шоссе еще, на Щелковском шоссе еще, на Черкесском шоссе это называется, если видно, что раньше церковь с дороги была очень хорошо видна, теперь ее отделяет такой вот вал земляной. То есть фактически метро провели по поверхности, чуть-чуть заглубив, и потом забросали, занесли, закопали сверху землю. То есть получился такой вот вал. Значит, что это значит? Это значит, что поезда, которые идут в непосредственной близости от храма, довольно сильно фибрируют, и вся земля там, в общем, это чувствуется. И вот якобы по этой причине поезда на перегоне между станциями Преображенской площади и Черкизовской резко замедляют ход. Ход они действительно замедляют, потому что там поворот, там идет довольно сильный изгиб, и там действительно тормозят. То есть тормозят, и по причине поворота, или по причине того, что слишком близко к поверхности расположенная линия может представлять опасность для храма, неизвестно, не во всяком случае. Но вот такой рассказ, что когда первый электропоезд на большой скорости здесь прошел, приснился начальнику метрополитена Иван Яковлевич сказал, еще раз твой электропоезд пролетит мимо нашего храма на большой скорости, будешь на кассе. И, значит, дальше начальник выдает распоряжение своим подчиненным, вешается в туннеле табличкой, что здесь скорость должна быть не большая. И вот, значит, поэтому он этот храм и охраняет. Так, значит, прежде чем перейдем к третьему этапу, некоторые комментарии. Значит, вот все, что записывается, это, естественно, такой сырой материал, который надо еще не только обрабатывать, но и каким-то образом оценивать. Мы в нашей деятельности занимаемся, собственно, ну, традицией, да. То есть нас интересует не столько устная история вот в традиционном понимании натуртирной или эго-история, то есть история, так или иначе, возводимая к одному человеку, а именно традиция, которая вот тут вне отдельных, там, сознания, памяти, отдельных индивидуумов. Поэтому, с одной стороны, нам важно большое, опросить большое количество людей, которые имеют к этому какое-то отношение и которые по умолчанию являются носителями традиции. А с другой стороны, и получится проверить полученный материал на предмет его повторяемости. То есть, условно говоря, вот те два сюжета, которые только что были приведены, они по природе своей, по структуре текста, по логике текста, конечно, очень похожи на такие фольклорные рассказы, легенды о светлых. Они строятся по тому же самому принципу. Однако у нас нету, вот на сегодняшний момент, нету текстов, которые в какой-то мере повторяли и репродуцировали это. Поэтому, в данном случае, мы не можем на эти тексты опираться безоговорочно. Они нуждаются в перепроверке. С другой стороны, когда мы получаем от 5-10-20-40 человек, приблизительно одного рода рассказы о том, что да, вот они возле дома Берии слышали хлопанье двери невидимого автомобиля, или да, там, на Сухаревской площади до сих пор время от времени появляется такой таинственный человек, появился Брюс, колдун старый, который жил в Сухаревой башне. Вот, и там, мы видим, что люди приходят к тому или иному месту, совершая те или иные обряды, постоянные, независимо один от другого, мы можем говорить о том, что это традиция. То есть, индивидуальное творчество, индивидуальные воспоминания, нам в этом случае, не то чтобы не интересны, мы их не отвергаем, но это несколько иной материал, который, в принципе, имеет потенциал стать элементом традиции, поскольку, если он постоянно репродуцируется, то он начинает распространяться, и вот в тот момент, когда он начинает распространяться и утрачивать связь с индивидуумом, этот факт становится фактом традиции. Кроме того, второй момент, который существенный, это, я, в общем, об этом уже сказал, более или менее стандартные механизмы, которые лежат в основе того или иного явления этой самой городской традиции. Ну, последний пример, в общем, вполне характерен. Некий мифологизируемый персонаж, вмешивающийся в дела повседневные и требующий исполнения того или иного рода правил, это вполне... вследствие чего происходят те или иные изменения повседневной жизни, это так и вполне стандартный ход для легенд не только о святых, но вообще о каких-то выдающихся людях, исторических личностях и так далее. Поэтому я сказал, что по логике, по логике текста, это вполне симфольфорная легенда. Или обряд. В общем, более-менее понятно, что любой памятник, поставленный в людном месте и представляющий собой какую-нибудь фигуру неординарную, имеет шанс и очень высокий шанс стать объектом почитания в виде натирания каких-нибудь его частей или принесения к нему каких-нибудь объектов. Да, любое дерево, которое стоит не просто на улице, а в каком-нибудь маркированном месте, имеет все шансы стать почитаемым деревом, деревом желателей, объектом повязываемым местом, в общем, повязываемым ленточкой и тому подобное. То есть механизмы, в общем, все механизмы ментальные, механизмы ритуальные, механизмы текстовые, они, в общем, более-менее стандартные, в этом смысле мы получаем повторение. И многократное воспроизведение традиций не только в одном и том же месте, в связи с одним и тем же объектом, но и с разными другими. Вопрос в том, чтобы действительно отсеять зерна от флевел и понять, где мы сталкиваемся с индивидуальным творчеством, которое надо отсортировывать, да, а где мы имеем дело с традицией. Поэтому вот дальше ехал, дальше, пардон, собственно, вот обработка этих данных, естественно, которая предполагает расшифровку, естественно, она предполагает дальнейшее использование этих данных не только для, условно говоря, для публикации, но и для коррекции наших исследований, потому что те же самые опросники — это вещи не стационарные. Если первоначально опросник составляется на основе внешних данных, то затем, собственно, подчеркнутые новые данные тоже берутся в оборот и вложатся в основу этого самого вопроса. Ну и в конечном итоге вот в идеале создается некоторая база данных, которая может быть положена на карту, и тем самым мы получим возможность суммировать это все и увидеть, как работают все эти места не индивидуально, каждый само по себе и каждый на себя, а в границах города, в рамках городского текста. Потому что на самом деле тут можно говорить о двух вещах. С одной стороны, каждое подобное место имеет свою собственную индивидуальную историю, свой собственный индивидуальный круг посетителей, почитателей и так далее, а с другой стороны, оно прекрасно вкладывается, складывается, прошу прощения, в единую систему или пол-систему, а пол-систему уже в систему. Ну, если говорить так, о последнем примере, который мы приводили, значит, «Могила его зрения», то она, конечно, совершенно напрямую соотносится с очень почитаемым, я бы сказал, чрезмерно почитаемым местом в Москве, это с Покровским монастырем, с Покровским монастырем, в котором походится мощь Матрона Московской, вдруг совершенно неожиданно получивший невероятное совершенно почитание, и многие знатоки, ценители и любители подобного рода паломнических поездок включают могилу Харевича в некоторый круг святых мест, которые почитаются вот таким единым, ну, не обязательно, если это приезжий, то это может быть прямо вот в одну поездку, если это москвичи, то это может быть последовательно, но, как или иначе, в нескольких интервью зафиксировано, эта связь прямо зафиксируется. Вот поехал к Матроне спрашивать совета, а она мне приснилась, говорит, куда раньше ходил, туда иди, имея в виду Иван Яковлевич. Ну или там какие-то страшные места, страшные места посещают не таким образом, естественно, но, во всяком случае, страшные места тоже имеют свои параллели, свои точки пересечения и некоторый общий контекст, в котором они существуют. вот, значит, ну и, собственно говоря, помимо того, что тут задача сама по себе, довольно интересная яба, мы могли бы предложить вот еще некоторый такой выход на буминг, который каким-то образом может быть использован в других случаях. Ну, в перспективе вот наш проект, который мы только-только-только начали, вообще совершенно не представляем себе, когда и, главное, чем он кончится, мог бы быть вот такой вот интерактивной системой, в том числе, был бы в интернете справочной системой, из которой, в частности, вот, можно затем делать какие-то экскурсии. Ну, существует довольно много всяких экскурсий по таким тайным местам разных городов, или местам альтернативной истории, или местам страшных, местам силы, как это модно сейчас называть. Вот. А кроме того, если бы люди, которые занимаются организацией городского пространства, были действительно заботились об этом городском пространстве, что в нашей ситуации явление довольно редкое, то вот для них это тоже могло бы оказать помощь какую-то, потому что, как правило, выясняется, что вот даже благие идеи, как-то оккультурить такое серое, не выделенное, не маркированное городское пространство превращается в чёрт ни во что. Ну, в качестве примера я могу привести историю, в Москве этого тоже полно, но просто это меня очень впечатлило. Историю с Минским мемориалом воином-афганцем. Там, ну, выглядит таким образом, там такая условная часовня, ну, просто бронзовая такая стела, в которую можно войти с несколькими отделениями. Там не только алканцем, там ещё и чернобыльцем, и, по-моему, еще третьим что-то было. Вот, значит, и вот стоит такая очень, на самом деле, впечатляющая такая вот стела-часовня с Минами, и действительно так сильно это сделано. А сбоку, на некотором отдалении, ну, метров двадцати, скажем, от этих часовни, часть этого же мемориала – плачущий ангел. Значит, стоит ангел в виде такого амурчика прошнотелого и наглого, с крыльями и прочими аксессуарами, и плачет. Действительно, у него из глаз течет фонтан, течет он в корыте, в котором он стоит, и в этом корыте плавает вода. То есть, по замыслу, сколько-то архитекторов и так далее, это, да, это должно было как-то перекликаться с этой часовни, вот, дескать, даже ангелы и те плачут. В действительности, вся эта задумка пошла совершенно ко ту под хвост, потому что, ну, во-первых, что делает среднестатистический горожанин, когда видит бронзовую скульптуру обнаженную? Естественно, начинает хватать за какие-то места. Значит, и от этого происходит изменение цвета поверхности. Поскольку это такой вот с неприкрытыми гениталиями ангел, то, естественно, что его хватает за гениталией. Соответственно, поскольку хватает за гениталией, то понятно, от чего он помогает. Да, значит, молодые девицы преущественно хватают его, чтобы... В общем, это уже такое стало устойчивой традицией, чтобы родить мальчика. Вот. А поскольку рядом стоит вот эта лоханка с водой, то в нее, естественно, опять же, да, ну, если есть сосуд с водой, значит, в него непременно будут бросать деньги. Это, ну, просто вот, закон. Значит, совершенно очевидно, что туда бросают деньги. И Бог бы с ними ничего, в общем, это не... В отличие от первого, пафоса не нарушает. Но дело в том, что в Беларуси нету монет. Поэтому бросают бумажные деньги. Поэтому вот вся эта лоханка превратилась в такую вот плавающую... Она покрыта поверхностью вся, покрыта вот размокшей бумагой плавающей. И тут уже ни о каком пафосе просто речь не идет. Да, вот вопрос о том, как практически вот, что, зная, что может произойти с тем или иным объектом, можно вполне себе планировать, как это будет, как этот объект впишется в городское пространство, в городской темп, в городскую культуру. А есть ли у кого-нибудь вопросы непосредственно к докладу? Можно, я спрашиваю, мне просто всегда интересно вот этот нос собаке на станции почти эволюции. Можете с этого рассказать? Ну и как вы понимаете, брать интервью внутри, собственно, полетелла существенно сложнее. Потому что постоянно ищем поездов, как люди, которые идут мимо. В общем, есть видеосъемка довольно плохого качества, когда вот тут наблюдается волочек, так как каждый третий час пик проходящий просто касается, касается части либо нос собаки, либо, собственно, пистолетов. Пистолетов. Пистолетов наиболее частотные вещи, которые там труд касается, от чего мы, собственно, и близки. Вот. Как это объясняют? То есть, ну, объясняют это в нескольких способах. Ну, первый, наиболее частотный державряд, придумали его, опять же, студенты-балтунки, которые находятся не так далеко. И перед экзаменом нужно было вот тереть часть, часть непосредственно одежды, полуодежды. Вот. Потом вторая вещь, которая это объясняет, да? То есть, студенты должны были быстро выбежать из вагона, дотронуться и забежать назад, тогда сессию они сдадут хорошо. А вот, что касается вопроса Саши, почему тут нос собаки, это у меня есть тоже вполне логичное с точки зрения традиции объяснение. Собака – верный друг, который никогда не предаст. И чтобы не предавать близким людям, так сказать, на удачу, нужно обязательно прикоснуться к носу шарик. Это называют шарик, ну, «сосоваки». На верность ручки как-то, да? С твоего лица как-то? На будущее, скажи, так, чтобы тебя не предавали близкие люди. То есть, это некоторая примитивная такая концепция. Не знаю, что это сложная, это каждый второй трогает. Ну, возможно, каждый второй, то есть, наконец, фиксирует, каждый третий, они вбегают, трогают и так далее. Вот. Причем некоторые режимы рождают дратимы прямо внутри, стоя около этих скульптур и разговаривают про то, для чего это нужно делать. Но совсем недавно появилась новая традиция. На станции метро Менделеевска мы слышали эту историю, когда дамочка предала несчастной смерти собаку, которая напала на ее баллон, по-моему, это было там. И некоторое время там поставили памятник собаку шарику. Понятно, что рядом находятся два университета. И мимо собаки ходят студенты. И опять же, эти студенты рассказывают, что перед сессией, перед специальной, нужно обязательно посвереть нос собаки на удачу. Рядышком с этим памятником находят цветы, то есть, постоянно потупить цветы. И понятно, что традиция разрастается. Теперь уже не просто на удачу к сессии, но и в общем. Какую-то такую абстрактную удачу не только студентов, но и носа от собаки. И тимуративы порождают более-менее каждый. Ну вот, Андрей, то есть уже брал интервью у хранительницы. Женщины, которые сидят в будке и пропускают, говорит противным голосом. Подниматься, наверное, спускаться вниз. И она вот аккумулирует теперь все эти знания. Собаку начали, вот этот памятник начали почитать с самого начала. И прежде всего сотрудники самой станции и прохожие, которые, пассажиры, которые эту собаку, вот мальчик, по-моему, ее звали, ее любили и подкармливали. И после смерти начали подкармливать и памятник тоже. И поэтому, да, там мисочка с едой стоит, часто там цветы лежат, вот. А с цветами, да, там все, можно говорить о том же перенос какой-то, вероятно, с Площади революции. А может быть, это, в общем, вполне модель та же самая, как же могла бы, конечно, сама по себе зародиться. Но вот мне дико повезло по вашему фольклору, потому что я провожу ночные экскурсии, пешие, автобусные. Вот весь этот фольклор у меня в ушах. В 2005 году, ну, вот бегемот вы все прекрасно знаете, то есть там это почитание одно. А вот в 2005 году у нас открылся памятник. Вот вся ситуация с Площади революции. Удачный памятник Наталья Базук. Это ученица Леи Глазунова. Памятник, он в отличие от 92 года рукавишниковского памятника, Михаил Афанасьевич сидит на стуле, фрак, такой цивильный и, в общем-то, маэстро. Но на беду Наталья Базюк сложила так пальцы, что один из пальцев, вот у Михаила Афанасьевича, вот как-то так выдается. И сначала почитатели гладили этот палец, а потом стали ситуации такие вот просто, отламывали. Мы искали эти пальцы несколько раз. Вот просто тотемизм, фетишизм, как угодно. У нас была ситуация страшная, потому что просто отламывали. Ну, гипсовый палец, это не бронзовый. Вот, отламывали. В конце концов, мы поймали одного такого хранителя, такого почитателя. А что, в секунду? Нет, один, вот один палец, который ему очень нравился, у Михаила Афанасьевича, так вот, этот палец, в общем-то, восстановили все. И тогда вот фольклор. Во-первых, попросили, как-то образовалось некоторое пространство, когда стали разговаривать с почитателями и говорить, что, дорогие мои, может, не будем камушки таскать, пальцы ломать вообще. Ну, вот, если вам очень хочется, кстати, когда привезли с этой память, просто очень хорошо сделано. Михаила Афанасьевич там в Киеве, там такой серьезный у булгаковских рукавечников, тот вообще отвернулся от народа. А этот совершенно вот лицо, ну, не то что благостное, расположил службу. Ну, вот, в связи с тем, что искусство у нас волшебные силы искусства. Вот. И пришлось нам все-таки установить, во-первых, камеру. Да? Ну, и проведена была такая работа воспитательная, что вот, если вы любите тексты читать булгакова, а не просто вот так за котами гоняться, то есть способ какой-то вот общения. Вот, наденем записки на могиле Грина там всяких у Марины Цветаевой тоже куст был такой в тряпочках. То есть это вот именно фитюршизм, тупимизм. И мы вот эти записки, которые, причем, ходили из-под венца. Ходили вот не на Красную площадь, не на Воробьевы горы, а вот этому памятнику, вот, так сказать, городожону. Ну, мы, как бы, сдержанно относились к подобного рода проявлениям, но попросили просто тогда, если вы не будете уродовать произведение лучше, вам все-таки как-то формулировать. Есть NLP, есть возможность формулировать свое вот такое и тогда появилось, чтобы эти записки вот не бросались по углам, не были разбросаны по центру, появилась почта, появился такой ящичек, куда собирают, складывают записки и вот эти записки не уничтожаются. А раз в год, в конце августа, делается, вот, появился праздник, которому уже семь лет. Семь лет! Вот вам полклю. Семь лет. Собираются в шары эти записки за весь год и в определенный момент, ну, вот те, кто хочет, откликают эти шары, вот там шоу, танцы, но надо сказать, что у многих людей действительно каким-то образом, ну, случайность, вы сами понимаете, в конце концов, у кого-то что-то случается. Вот я, например, в 2005 году проводила по архивам мужа огромную выставку, и у меня была тоненькая книжечка «Булгаковская Москва», и я к этому памятнику подходила, написала записку, я написала записку. Хочу переиздать, но это не значит, вы сами понимаете, это не значит, что Михаил Афанасьевич как командор, это значит, что внутри человека начинает работать пространство. И вот ради этого я в 2008 году переиздала «Булгаков» на мальчик, с дополнениями, комментариями в книгу. Так вот, когда сейчас, дело в том, что музей, дом «Булгаковский», «Большая садовая 10», там сейчас два уже учреждения, очень сложные отношения, неважно, находится станция метро «Маяковская», и там, ну, в общем, памятная доска, станция открыта 11 сентября 1938 года. Это дата рождения моего мужа, Бориса Сергеевича Вилкова. Так вот, когда я иду на ночные, на дневные, у меня каждый вторник вечера, я подхожу к этой стели и касаюсь этой даты. Я об этом совершенно спокойно говорю людям. Я проводила сейчас «Масленицу», я проводила «Масленицу» по благовеющим, по муковейским, рассказывала о Марине, о хлыстовцах. Я была на международной конференции «Икона в русской словесности и культуре», где доктора наук рассказывали о нестинерках, о танцевании на углях, о язычестве, которое не изгоняется из храма, принимается, и греческие монахи, священники, они свою паству не придают анафию. Они говорят, да, это языческий праздник, у нас есть свои праздники христианские, а это есть языческие. Так вот, если встраивать пространство, вот рассматривать пространство культуры, которую человек по-разному обрабатывает, у нас приходят люди от Сахалина приезжают до Лос-Анджелеса, и итальянцы, и французы, и всё. Но человек устроен там, что ему нужна помощь. Каждый ищет по-своему, как зверьё в лесу. Да, животные ищут травку. Кто-то может пойти в храм. Вот я сейчас, перед тем, как-то идти к вам. У меня я православная, у меня записка. Я была в храме на Больших Путиньках. Вот я там написала. Кто-то относится к этому другому. И есть разные уровни. Ну, вот пример Волгаковского дома, на самом деле, это один из вариантов вот такого по-своёному варианту. На прошлом заседании здесь я услышал некоторых отголосок преданий о том, что Берия, ну, как-то бы, архивист, предание архивиста, что Берия был убит в архивных генах Бераполса. Вот, если можно, если у вас есть комментарии по этому поводу, то я очень хотел бы услышать, может быть тот же носитель, похожий на текст. То есть нет, да? Здесь нет таких, нет сегодня. Ну, я поднял запись семинара, я вспомню, кто это говорил. Ну, ты же тоже пока работала. А, пока мы его и спросим. Я уже не вслушался и из рассеянности, скажите, а вы вдовно занимаетесь? То есть у меня такой двойной вопрос есть, который, значит, первый раз давно вы этим занимаетесь, а другой следует оттуда, я не вполне понял. А есть какой-то сегодня у вас, ну, условно говоря, преискурант или, как сказать, список, карта? Ну, карта непонятная на такой карте, трудно что-либо обозначить. Но есть ли такая вот карта этой московского, ну, условно говоря, предания фольклера, неважно, в самом широком смысле, чтобы просто можно было понять, а чего у вас нет, что вы не знаете, ну, понятно, что не отслежено или, наоборот, что отслежено. Вот такое и есть. Исследование городского пространства, именно такого московского городского пространства. Мы занимаемся совсем недавно, то есть можно сказать, ребенок еще любит ползать, то, что называется. Вот. И, ну, будем надеяться, что из этого что-то выявится. Вот, собственно, коллега сказал, что не очень понятно, когда, да, и что из этого может выявиться. Что касается и реестра таких мест, да, то пока их у нас около 52, да, то есть, ну, 52, 53, что-то такое. Вот, как вы понимаете, в самом ответе в заложенном тоже некоторые неопределенности, да, там 50 мест, которые мы тихонечко начинаем проверять. Вот. Если у вас есть какие-то предложения, там, пожелания, да, по определенному месту, если у вас есть с этим местом связанные какие-то определенные вещи, вот, это проверяется довольно легко, да, то есть, берешь на диктофон, и человек идет на это место, где собирает интервью, включен 2 недели, что-то тем, кто наблюдают. Поэтому вот пока не такими утешительными, вероятными итогами, то есть, действительно, мало, да, всего мало, и проект с самого начала. Время от времени мы, как выразно, занимались изучением традиций, там, связанных с одиночными объектами. И это как-то так довольно вяло тянулось, ну, в течение более-менее длительного времени. А вот совсем недавно у нас возникла идея именно это все объединить, выстроить систему и, естественно, да, полки расширить. Поэтому у вас есть отдельные, по-разному, обследованные объекты, но пока вот они так, находятся действительно в стадии разработки. Внесите, нанесите на вашу карту мавзолей на Красной площади. С ним связана следующая история такого же типа. Причем, я ее не придумал, она, как бы, ее можно прочесть в стенограмме, наверное, 22-го исследования КПСС, когда Хрущев выступил со своим знаменитым докладом. Значит, дальше была пауза, и на следующий день продолжали, значит, как бы, думали, что нужно делать так же, да? Так вот, коммунист Килла Зуркина приснился, что во сне ей приснился Владимир Ленин, который ей сказал, скажи им там, не хочу больше с ним лежать, пусть убил концу. И мифологическое сознание всех, включая самых избранных, так сказать, коммунистов Советского Союза настолько сильно, что все единогласно тут же решили, сразу после этого выступления коммунистки Килла Зуркина изъять Штальнюю мавзолею. — Такой исторический период наиболее притягивает к себе какую-то мифологизацию, факторные практики, обряды, ну, вокруг места, связанного с каким-то прожием. И как именно, да, и Вы всегда называете тоже, что каким-то предварительным выводом Вас было мнение, что Вы наблюдаете какие-то технологические сроки, если, да, только в практиках, в каких-то недависимости от того, о чем идет речь, да? Но, в основном, гораздо более продуктивной является не историческая, а мифологическая модель, или обрядовая модель, поэтому... Чаще это какое-нибудь место... У него, разумеется, есть своя история, но история совершенно частная, вот как в случае с этой недостроенной Холлинской больницей, где в основе этой истории лежит просто смерть совершенно ничем не известного человека, и, ну, весь антураж, который работает на том, чтобы это место стало. Почитаем. Исторические личности, в общем, долго в памяти не держатся даже, такие как Сталин, скажем. В общем, мифология Сталинской Москвы, уже... Псевдоистория Сталинской Москвы уже сейчас почти стерлась в памяти. Вот те сюжеты, которые мы фиксируем, это... Ну, во-первых, это все-таки от людей старшего поколения, во-вторых, уже скорее было вспоминанием о том, что они слышали о бабушек и дедушек, и, в-третьих, ну, единицы вроде сейчас, можно считать, таких мест или сюжетов. Помнится, не держится это в памяти стареть. Вот там, скажем, в 20-х, 20-х... А у нас здесь, в каком случае, это не работа? Да, здесь не делал ни в истории. Все-таки он почитается как святой, а святость такая живеньевременная. Поэтому... Он помогает, поэтому почитается. А что там... Про историю как раз очень мало чего знает. Даже в связи с ним, с Матроной. В традиции есть идея почитания камней, больших лунов, да, которые находятся в разных совершенно неожиданных местах. И вот конь-камень в Коломенске, да, как называют конь-камень, вот, к которому приходят, ну, опять, совершенно разные люди, вот, просить удачи в делах, в бизнесе и так далее. Но если конь-камень, в котором он есть, и к нему приходят мужчины, то экскурсоводы в какой-то момент говорят, это были они, да, они принесли и поставили недалеко другой камень, назвали бы тень камень, да, чтобы люди опять приходили, но приходили уже, там, к другому полу. Женщины, которые стоят на этом камне, там, просит космическую энергию, чтобы он была, там, какая-то благодать их дела, да. Ну, либо же наиболее традиционный сейчас модель, когда свадебные процессии, вот, что идут в Коломенске, вот, и, там, невеста садится, прям, садится на этот камень, да, в будущем с благородом. И понятно, что здесь работает вот та самая видеологическая модель, когда есть объект, да, и вокруг этого объекта нанизываются, как-то, это обрядовые идеи, да, то есть обрядовые акции. Вот, а с исторической памятью действительно все как-то очень печально, то есть она закрывается какими-то, вот, акциями современными обрядами и так далее. То есть даже нет. Ну, например, вот про дом Берии и про то, что Берия похищала маленьких школьниц, о том, что, даже не так, запрещали ходить девочкам около этого дома, да. Вот мы услышали только один раз, а то, опять же, по воспоминаниям вот бабушки, вот того самого помощника сотрудника, которого сразу его пригласили. И как понимаете, то отрасли посольствовавши? Да, там домом посольствовавши, туристской посолью. Туристская посольская. Туристская, да. Посольство туристской. Но собаки на почве революции, По логике как получается, что если, скажем, 40 человек проходит, и 40 человек трубит ей нос, если каждый человек поймать, то наверняка ничтоженное количество из этих людей воспроизведут классическую легенду, что это потому, что они не дают на экзамене удачу. Просто я хочу понять, работает ли обратная логика. То есть когда есть такое притягательное место, где люди почти автоматически осуществляют какое-то действие, может быть интересно как раз узнать 40 самых разных, именно что индивидуальных версий по поводу того, почему она сейчас ремонт на тверд нос, и как это вообще отражается на этой идее повторяемости, на идее того, что вокруг места должна быть какая-то целостная история. Нет, не совсем проверенная, не совсем точно доказанная, скорее-то гипотеза. Это одна история, да? Никто, естественно, не будет об этом рассказывать так. Да-да, чтобы было хорошо, чтобы там сдать хороший экзамен, это нормальное объяснение. Значит, оно действительно может быть, ну, в любом другом случае, естественно, аналогично, может быть зафиксировано, ну, там, хорошо, если процентов в 20-ти случаях. Но дело в том, что, скорее всего, не будет, ну, практика показывает, что, скорее всего, взамен не будет предложено ничего или ничего принципиально отличающегося. Подавляющее большинство подобного рода мотивации такая, все так делают. Или, ну, так положено. И это само в себе не есть отрицательный ответ. Это есть реальное объяснение того, почему это делается. Разумеется, единицы это делают с какими-то конкретными целями, а подавляющее большинство это делают просто потому, что так принято делать. Ну, то есть, некий такой ритуал без идеологии, он вполне имеет право на существование. Когда сделают вот такой ритуал, вот если я сказала, что я касаюсь доски, то это внутренняя поддержка. Вот ты не знаешь, как у тебя пройдет это дело. Бывает группа 50 человек, бывают люди очень сложные. Ты идешь в пространство, неизвестно, как экзамен. Но вот есть внутреннее пространство. Да, вот если у вас есть этот фигурант, то он есть, а если нет, то обязательно его тоже принесите. Это из серии будет Корейша, да, где Матрона. Это из той же серии. Ну, я думаю, московское кладбище, оно просто за пределами Москвы, но это уже даже такое неновое кладбище, как оно, Никольское. Это, ну, Никольское, да, называется, или деклематорий? Никола-Архангельская. Все, да. И там есть замечательная совершенно вещь, это вы, наверное, знаете, это могила, самостоятельность. Это у вас внесена она, да, потому что это мощная вещь, там обалденное житие, совершенно мифологизированное, абсолютно мифологизированное, и очень интересно, потому что как это возникло, и я там часто бываю, да, как на глазах это из такого мейнстримного места превращается уже в такое немножко подпольное, там убираются указатели, уходят. То есть это очень интересно, как в соответствии с линией патриархии, потому что патриархия, ни о каком почитании этого человека там речи быть и не может, да, а как это все равно, и как он становится человек, там, я не знаю, не местно чтимым, а уже, в общем, как-то подпольно чтимым. Очень интересно, потому что это все происходит вот на глазах, и сейчас это происходит, это стоит как бы очень внимательно отбить. Нет, еще предстоит у нас есть. Просто там, когда мы шли раньше, представляете, такие огромные щиты металлические, поставленные, ну, наделанные три части, ну, властей там местных, или, как это сказать, хозяин, ну, кладбищенского начальства, это было такое совершенно, ну, как сделано, ну, как бы, как надо, и там с краткой биографией, и вот эти люди шли, и каждый поворот повторялись, и повторялся этот щит металлический, и вот не брал там и снег, и дождь, и люди читали обалденную там биографию про Соловки, она еще касается истории репрессий, непосредственно там, Соловки, страдания и так далее, потрясающий интерес, я сейчас это углали, но это много, это лет, наверное, 15 это было, ну, вот, мы потом углали, это очень интересно. У нас будет, я надеюсь, довольно скоро уже будет и расшифровка, и видео, все это будет уже на какой-то фейпуске, и я зашлю, и можно присылать в комментарии Никите, Андрею, и еще дальше, и продолжать разговор. Да, мы будем очень признать за еще дальнейшим всяким указанием. Спасибо. Указание, например, где, где, когда, и о чем спрашивают, или даже запад делали в ближайших подмосковьях, то действительно, вот, ну, давайте, техническое задание, техническое задание сделано довольно быстро, надеюсь. Скажите, еще, извините, Саша, что выжить, я еще не был, выжить, собирается только живые существа, не неживущие легенды, либо то, что было там, скажем, какое-то время, 20 лет, 30, 40 назад, или это уже, как бы, ваш проект не входит? Безусловно, входит, да, в любом случае, что было, и некоторое время назад, о чем уже не рассказывают, и только помним о том, что об этом рассказывали. То есть, в любом случае, это тоже входит в область знаний, когда я же говорю, в принципе, и народное творчество, да, устное народное творчество тоже, да, и мне. Я бы не стал называть это пустым народным творчеством. Нет, типа часушек, песен, московские, когда привязаны. Конечно, конечно, да, два московских вокзала, это все входит, да, все впадает. А вы можете весь полночек, да, вы лысые, я что-то не знаю, с каждым, а только без сочинений. Я просто все, поскольку вот несколько месяцев работала вот над этим проектом, ну, я в прошлый раз уже говорила, 5 марта 53-го года, то, ну, как-то мы услышали, то есть, с одной стороны, было любопытно, как мы восстали на номер 5 марта, вот 9 вечера, и все, кто узнал, узнали 6 марта, ну, как бы, объявление парады, но 6 марта. Но при этом все, как рассказывают, 5 марта пошли в школу, нас в школе собрали, и все говорят про 5 марта, всегда, хотя все истории связаны с месяцем, 7 и 8 марта. Еще, ну, тоже про Трубную площадь, которую называют Трубной площадью, по-другому, так, и, ну, какие-то еще тоже истории про какие-то дома, где, в которые, ну, жители не могли войти, при этом это история, которую, как-то все рассказывают, все пересказывают, но никто не знает ни одного конкретного жителя этого дома, ну, это не все никогда, но вот известно, что в этот дом три дня не могли попасть жителей, может, это, ну, наверняка так оно и было, но ни одного, при том, что там большой дорогой пул свидетелей, ни одного настоящего жителя был дома, который не мог попасть в этот дом. Я могу добавить, у меня была в Болгарском доме презентация книги «Дом Невенцы», который здесь не очень показывает, здесь показывает дом правительства, дом Невенцы, который здесь вот там есть комната, она сейчас замурована, в общем-то, считается, что туда приходил Сок Джугашвили, сейчас там Тедрин живет в Вене, и была презентация, не просто, это не фольклор, по артнадзору были подняты документы, по всем жильцам, но вот эта комната оставалась, в общем-то, достаточно фольклорно, никто ее точно не знал, и презентацию делал Владимир Александрович Бессонов, и он Рашида Янгирова, Рашид Янгиров умер года три назад, я не помню, но была вдова Рашида Янгирова, она тоже в артнадзоре, и вот то, с чем связана мистика этого дома Невенцы, она тоже, вот обратить внимание на дома, такие по Москве, дома заброшенные, дома с подвалами, подземный переход от дома Невенцы к московскому Кремлю, это вообще песня, да, вот это, там всякие истории, но вот эти дома, они до сих пор имеют свой уровень привидений, своих скелетов шаховных, вот это очень интересно. Про дома, куда нельзя было попасть, откуда нельзя было выйти во время похорон Сталина, меня же мучает вопрос, на работу все обязаны были прийти. Но Сталин умер в четверг, в общем, 5 марта это был четверг, 6 марта была пятница, и все пошли еще в школу и в университет. 7 марта было вообще-то рабочий день, но уже никто не работал 7 марта, и 8 марта было воскресенье, было прощание, 8 марта, 7 марта, 8 марта, а 9 марта, где были похороны, 12 часов дня, был удоб, 10 марта, был первый рабочий день после этого всего. А в пятницу все, в принципе, ходили, но в пятницу все ринулись, выставили гроб в колонном зале, типа там, после, уже в ближе 2 часа дня, только после этого толпа ринулась, да, 6-го. И это было как раз стихийное такое, да, и я хотела, отвечая на свой вопрос, чтобы не хотела, не помню сейчас, в общем, да. А, хотела сказать, да, что не везде хотел транспорт. Многий транспорт перед ним не работал, вот в эти дни, и я только как-то выставила, ну, там, по садовым, короче. Ищи потом, где Сталин, но у меня доктор филологический наук, кандидат исторический Борис Владимирович Соколов, и Григорий Симович Файман, который работал из любимого. Файман непосредственно был на похоронах, он рассказывал, у меня была лекция 6-го марта, 5-го не было, а вот 6-го марта была лекция Сталина Булгаков и вот эту ситуацию, ну, во-первых, с творчеством там, а потом уже стали воспоминания родных, и лично оказались люди, которые действительно участвовали. И вот проходные дворы, и потеря обуви, и задавленные люди, и грузовики, и трудные, и все вот переходы. Это все существует во всем плане. Спасибо большое. Мы вот, действительно, делаем такое, в общем, исследование, оно еще, в принципе, продолжается, поэтому, если можно, присылайте все, что связано с этими днями, пожалуйста, нам все присылайте. Мы все это так или иначе как-то собираем. Я думаю, что… Все эти баллы, вещи, вот, броклятые школы, все, которые так закрываются, потому что… Понимаете? Нет? Это какие-то знаки у нас. Ну, пока… Все берем, берем. Что такое броклятые школы? Расскажи, контексты нашего, наоборот. Контексты нашего не реконяет, потому что душа была вообще не наоборот, и нам было интересно. Ну, там, про то, как плохо сделали, ну, это же стандартная история, про то, как плохо сделали, или там, радиоактивное что-нибудь, потом… Микрофор, что упадает. Это же обычное… Радиоактивное что-нибудь, потом много лет, но это же в Москве таких историй кое-то дофига, и вот я просто потушена, поскольку я же все отмечаю. И главное, что есть, ну, кому кто-то сказать. Ну, собственно, на этом, наверное, да, мы заканчиваем вот как бы первую часть, связанную с предложенным нам страшно интересным сюжетом, и я даже не знаю, ну, наверное, вот, увы, просто нас, как бы нас, мемориале, очень интересуют все сюжеты, связанные с XX веком, да, как будто бы в мире, ну, как бы просто то, что вы разлучили, ну, все остальное, вот все, что там с XVII веком это… Все нас очень интересует. И если кто-то из участников семинара, как бы, стал работать с вами вот по нашим периодам, то мы были бы очень рады и, ну, у нас много разных, как вы это замечательно назвали, прикладных продуктов, мы как бы укладили много разных продуктов, надеемся, что… Мы готовы, всячески, кинопульствовать, помогать и взаимовыгоднее с этим вопросом. В прошлый раз здесь была, по-моему, господинца Гаврилова Эминна, да, сейчас у нее нет, которая, видимо, архитектором занимается картографированием. А, Соника. Соника, да, Соника. Она сейчас просто во Франции донесит диспляцию, но вообще она с нами… Ну, я думаю, что ее помощь была как раз наиболее актуальна, да, последняя, да, картографировка, которая, в принципе, в одном таком виде, я скажу. Да, она сон была… Попробуем, как бы, вот еще раз про, как-то, видимо, это будет долго укристализовываться, но вот эта работа исследовательских групп, кто над чем хотел бы работать. Давайте поговорим про это дальше. И… Что? Да, ну, не все, ну, не все, ну, не все могут, не все смогут приходить всегда, тем более, что дата семинара, ну, не дата, а день недели, получается, немножко плавающая из-за, ну, в общем, из-за самых разных факторов, и тем более, что, когда я спрашивала в анкерке, кому какой день удобно, то все написали разные дни, ни одного дня, когда хоть как-либо устраивалось, я их не получалось. Поэтому, да, это будет плавающая, и люди не будут приходить на все-все семинары. Мне сейчас многие писали, что, да, меня не будет, но я буду потом заниматься тем-то и тем-то. Да, 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 конечно. Пока у нас так очень отчетливо сформировалась группа про детство тридцатых, вот, Вика, я, еще одна девушка, которой сейчас нет в Москве, Ольга Кануник, вот здесь, вот вы пришли от этого, спасибо, и еще, ну, еще несколько человек, которые, причем разных, носители разных профессиональных навыков, которые, вот, собираются исследовать, работать в детстве тридцатых. Мы решили как-то, что поскольку это тема какая-то гигантская, мы решили попробовать начать примерно с нескольких школ каких-то известных, и, да, и ограничиться самым писатром Москвы, и, наверное, даже просто, можно даже вокруг, ну, как какие-то, вокруг, вот, вот, карельного ряда просто, чтобы какие-то первые экскурсии тестировать, ну, просто, вот, где-то, 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 вообще, планы, по-моему, самые большие. И какие-то, ну, я вам, я присылала вам всем файл follow-up, да, он у вас у всех есть, и вы видели, ну, и я его пыталась группировать как-то не по тому, как это звучало, скорее тематически, но давайте продолжим этот разговор, расскажите, пожалуйста, вот, какие-то новые люди, чем вам было бы интересно, ну, по крайней мере, те, кто не выступали в прошлый раз, чем вам было бы интересно заниматься в контексте такого семинара. Я, в силу того, что я был первой специальности психоневролог и работала еще с глухими людьми, то ситуация, связанная сообществами, вот, разными, а не другие, не просто политически, не просто мещане, дворяне, а вот жизнь людей лихих, слепых, людей, умеющих, как бы, ну, мягкое отклонение в развитии, это тоже, это тоже Москва. И это, вот, как бы, я думала над этим уровнем, потому что у меня есть круг и художников, и поэтов, да, и детей, выросших в этих ситуациях, и взрослых, которые устроят и наркоманов, и проституток, понятно, да, и работающих, да, и люди, которые приходят глухие в Францию. То есть, вот, образ Москвы, не просто слышащих людей, вот, я не знаю, это вот это, Москва. И еще, так как у меня архив моего мужа Бориса Сергеевича Миркова, Москва-Бургаковская, то это переписка, это дома, это маршрут, и здесь могут быть информации, связанные с людьми, с тем же самым Владимиром Яковлевичем Латшиным, которому в этом году 80 лет и 60 лет со дня смерти. То есть, опыт культурный парадигм, связанный с леченностью Булгакова в Москве. Спасибо. Вот это я стимулирую. Спасибо. Соответственно, мне было бы интересно заниматься темами, связанными со сталинским вандализмом, то есть, генеральным планом 1925 года, уничтожением церквей, уничтожением усадьев, доходных домов и так далее. Да. То есть, и вторая тема – это мемориальная агресса в Москве. Например, вот расстрельный дом на Непольской улице, и те дома, которые связаны с такими репрессиями, и где жили люди репрессированы, где находились какие-то чекистские органы и так далее. Да, спасибо большое. Надеюсь, что у нас есть тюльтер из наших коллег, из мемориалов. Ваша тема – тюльтер, тоже пришлось Наташа, и тогда, пожалуйста, подержитесь, в этом смысле можете сейчас поговорить и потом потом пожаловать это дело. И тогда можно действительно строить это исследование. у нас много всяких есть начатых детей. Спасибо. Вообще-то, Валерия, я тоже представляю свой фонаритовский и основный институт, и у нас, конечно, совершенно конкретный фокус есть, плюс еще дополнительный есть вот эта тема очень интересных детей, в конце 20-й год. Но пока я не совсем поняла, как я могла построить здесь, поэтому я очень благодарна внимательно слушаю, но не могу сейчас дать пользу. Хорошо, слушайте. Спасибо, очень привет. Я занимаюсь темой «Типология храмов, культуры и реформы фокус». И мне, наверное, интересна тема разрушения храмов, истории разрушения, может быть, какие-то судьбы людей, связанные с конкретными приходами. Ну, вообще, вот, например, в городе Горовск там есть такой художник, который рисует на стенах домов. И у него есть карта Горовска, на которой изображены призраки, места, где были храмы раньше. Вот, там там образы этих храмов отмечены на карте. Вот, ну, может быть, есть такое и в Москве, но интересно есть, и здорово тоже примерно такой же создать. И еще вот какие-то истории, легенды, касающиеся этих храмов. Вопрос. А Вы сказали, что Вы пишете это где? В... В... А. В Плитадонской флигерку. А. Ну, это культураловый дом. Ага. И Вы пишете здесь оставь его? Если у нас есть книжка, то, да. Вообще, Даша, теперь слушается, Оля, а ты нам расскажите, сейчас, может, нашему семинару. Здорово. Настолько всего увлекательно, но я точно буду в компании с кемингом, потому что иначе я переключусь на что-нибудь другое. А мы все тут в компании с кемингом, что не мешает нам переключаться. Надо, если меня структурирует в каких-то конкретных проектах, вот, не знаю, живут в генеральском блоке, живут в медицинском блоке, живут из-за этого. У меня, конечно, театр были все вещи. И Свету мы хотим отправлять во все архивы, со всеми архивными запросами, поскольку мы немножко с безнадёгой смотрим на то, что все прям участники начнут ходить в архивы для обыски необходимую ему архивную информацию. Поэтому вот специально есть Света, которая готова служить в архивы. И для всех исследований, кому что нужно в архивах, Света будет это делать, наверное, сможет постараться это сделать. И мы попросим вот то, о чём говорил в прошлый раз более постараться, что мы попросим кого-то из архивистов сделать нам их следующий, через раз у них предсообщение, адресацию, доклад, как, ну, как работать, какую информацию искать в таких московских архивах, и как, ну, вообще, как это работать просто даже технически, да, какие можно там нормально, чтобы управить врачи, и как работать с запросами, отказами и так далее. Или в каком-нибудь архиве искать какой-нибудь может допустим. Опять же, у нас, например, вот у нас, когда мы работали на проект 5 марта 53 года, нас интересовало, понятно, что никто не знает, сколько человек погибло в эти недавки, но для того, чтобы узнать это невозможно. Единственное существует чуть-чуть, там, маломальские официальные цифры, это в 60-е годы Хрущёв на каком-то докладе, на встрече с какими-то болгарскими коммунистами, сказал, что, знаете, как любили Сталина, на охранах Сталина была такая дата, что все люди ломились его упражать, и 108 человек погибло. Откуда берётся эта цифра 108, ну, неизвестно никому. Используется конечное свидетельство о смерти, выданное погибшим 6-го, 7-го, 8-го марта. При этом свидетельство о смерти, вообще-то, вот у нас в вашем материале есть одно свидетельство о смерти, от 6-го марта, который на имя, там, человеку, который он решил, который могил на судно-бурваре, и на диагнозе, ну, в причине смерти написано, там, перелом бёдера, что-то, издавление грудной клетки, да-да, но он не шёл на похороны, известно про него, он просто шёл к себе домой, он жил на в Бурваре, но этот документ уникальный тем, что вообще свидетельство о смерти, выданных тени, потом в апреле, в апреле, в апреле сапреле 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 СимиеKI 52 каналы. В апреле, handled. С�ё gird, как в апреле, у нас хранится, хранилось вообще п-, идёт трамоги перелом, потому что просто зачем-то ей понадобилась эта копия, и они сняли 28 марта сняли все равно. Эта копия первонадодременная, и такие моменты на эта копия не сранила, у них сранилась абсолютно нескольственная сémon Sta Opercierad. Но, видимо, архивы ЗАГСа так иначе может быть исследователь. Кладбище, да. Но, видимо, это происходило. Но, насколько это очевидно работает? Ну, и так далее. Вот один маленький сюжет, например, Марта. Еще я хотела приглашать нам на семинар людей с каких-то свидетелей, не знаю, 30-х, 30-х, но 40-х, 50-х, которые могут рассказывать в какую-то, по-моему, школу, подучили в этой школе, и он приедет и рассказывает такой, мне кажется, тоже был бы интересный такой… Вот. Ну, если вот сейчас вот нет ни у кого желаний публичного высказывания, то я бы предложила публичную часть именно закончить и… И я сейчас занимаюсь темой католической общины, истории католической общины, в которую входила и в эту общину входили польпольская диаспора, армянская диаспора, немецкая диаспора, вы знаете. И мне интересны люди, которые принимали участие в культурной жизни, экономической жизни, в Москве, в городе Москвы, а также в судьбе их пост, который сложился после уже революции, в 30-х, 40-х годах, 50-х годах, 20-го столетия. И если кому-то интересно, тем могут ко мне присоединиться. Мы, по-моему, с вами созванивались, да? Но, к сожалению, у меня были без масок, на праздничные как тогда время связаны с новыми экскурсиями. У меня приходит человек 85 лет, лауреат государственной премии и, плюс ко всему, изумительная память. И он, фотографии у него есть, вот, кстати, я подумала о том, что действительно и фотографии, и воспоминания и о школе, и об институте, и о культурном уровне. Вот человек, которого можно было бы вот в живом слушать. И да, да. Спасибо огромное. И отдать теме следующего семинара. А, да, еще хотела сказать, что если… Ну, я что-то думаю, придумываю какие-то темы для семинаров, как докладов, но если вы хотите… Если вы понимаете, что есть какая-то тема, что есть какой-то спикер, который, вам кажется, важно услышать, пишите и мне постоянно все это… Поехали! 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 Как? Поехали! Извинил…